16 декабря в Твери состоялся форум «Межрегиональное сотрудничество в вопросах увековечения памяти о Великой Отечественной войне» проекта «Время помнить» патриотической программы памяти московского народного ополчения. Участники мероприятия смогли обменяться опытом увековечения памяти о событиях тех лет. Участие в работе форума приняли депутаты Законодательного собрания, Московской городской думы, ученого сообщества, общественные деятели, потомки героев Великой Отечественной войны, поисковики и юноармейцы. Задача нашей организации не просто сохранить память о героях войны, а сделать так, чтобы эта память передавалась от поколения к поколению. Организация форума стала результатом многолетнего сотрудничества Законодательного собрания со Столичной городской думой в вопросах сохранения памяти об истории московского ополчения, а именно 5-й дивизии. В феврале 1942 года она была переброшена на правый фланг Калининского фронта и участвовала в боях за населенные пункты Холмец, Яблонька и другие. Это была лучшая дивизия. Из 10 тысяч человек почти половина были комсомольцы и коммунисты. И за месяц боев дивизия потеряла 8 915 человек и была выведена на перифоровой ради. Великая Отечественная война известна как борьба с нацизмом. Поэтому изучение ее истории актуально и сейчас, убеждена внучка маршала Ивана Степановича Конева, которая тоже приняла участие в конференции. Это сейчас очень важно в свете последних событий, в свете последних, то, что происходит сейчас у нас с Украиной. Поэтому я считаю, что изучая память прошлого, мы проецируем это все на настоящее. Благодаря содействию губернатора Игоря Рудень и законодательного собрания ежегодно увеличивается объем государственной финансовой помощи некоммерческим организациям, действующим в сфере патриотического воспитания, поисковой и волонтерской работы. В настоящее время почти в 50 субъектах Российской Федерации принято действует отдельный оригинальный закон о патриотическом воспитании. В нашей области в 2017 году был принят закон об отдельных вопросах патриотического и нравственного воспитания граждан в Тверской области. Настоящим законом определены принципы, цель, задачи и основные направления патриотического воспитания, как важного необходимого элемента государственной политики. Особое значение в сохранении исторического наследия и воспитании подрастающего поколения имеют школьные музеи. Один из них находится в том самом поселке Холмец Оленинского района, за который сражались бойцы московского ополчения. На примере тех материалов, которые находятся у нас в музее, а это подлинные вещи, мы как бы хранители того, что нам передали ветераны. Потому что ездить они к нам начали в конце 50-х годов. Музей наш не закрывался ни на один день. В рамках форума были представлены доклады, презентации и видеоматериалы об участии ополченцев в боях на Калининском фронте, об оккупации и освобождении областного центра, о Ржевском мемориале советскому солдату. Прошло обсуждение таких актуальных вопросов, как взаимодействие молодежи и ветеранов в деле сохранения исторической памяти, о Великой Отечественной войне в целом и о московском народном ополчении в частности.